В современном мире жертвой мошенников может стать буквально каждый человек, даже самый осторожный. Для этого достаточно быть обладателем пластиковой платежной карты. А уж если с ее помощью можно расплачиваться в интернете, то опасность попасться на удочку злоумышленников вырастает в разы. Конечно, профилактика работает и преступлений стало меньше, но все-таки говорить о полной победе правоохранителей над киберпреступниками пока преждевременно. Когда речь заходит об интернет-мошенниках и безграничной доверчивости наших сограждан, невольно вспоминается классик русской литературы Иван Андреевич Крылов. И действительно, уж сколько раз твердили миру. Правда, в этой басне речь шла о лесте, но это мало что меняет. Информация о том, что реквизиты своих банковских карт нельзя сообщать посторонним. И, конечно же, о том, что банковские служащие не звонят по вайбер, звучат как популярная песня буквально из каждого утюга. И тем не менее, на удочку мошенников до сих пор попадаются люди разного возраста и социального статуса. Сказать, что воз и ныне там, было бы несправедливо. В прошлом году в Гомельской области было зафиксировано 2150 фактов кибермошенничества. Это на 50% меньше, чем в 2020 году. Но уже в этом году статистика подобных преступлений растет не по дням, а по часам. Мне 17-го числа позвонились в Минск, предоставились сотрудникам милиции и сказали, что на вас берется кредит, что нам надо срочно с вами связаться с начальником Белинвестбанка. Дело в том, что я не посмотрела на телефон, какой там номер был. Они так представляются, как бы, ну, доверчиво очень. Знали мою фамилию, знали мою отчество, знали мой номер телефона. Вот. И потом они мне связались с женщиной, которая представилась, значит, сотрудником этого банка. Она сказала, что вам надо срочно заблокировать карточку, это самое, что, чтобы не взяли кредит на вас. И, как бы, я поверила этому всему. Вот. Значит, они сперва начали говорить, что давайте по телефону, там, они мне диктовали, что надо нажимать, что надо делать, я это делала. Потом они сказали взять паспорт и дать вот этот длинный паспорт, это номер паспорта, самый вот длинный вот этот номер. Стоит ли говорить, что Галина Николаевна длинный номер из паспорта продиктовала? И, по данным статистики, так сделали бы многие. С точки зрения психологии объясняется все достаточно просто. В менталитете наших законопослушных сограждан четко прописано. Если напечатали, правда, если позвонила милиция, рассказать все. Хотя в данном конкретном случае у Галины Николаевны определенные сомнения все же появились. Они сразу переключили им на какого-то парня. И то представился, что мы вас не обманываем, что, как бы, это самое, все хорошо, вы нам должны верить, что мы, как бы, ну, я и поверила. В этот длинный номер паспорта я дала. И потом они сказали, ждали, они очень много со мной разговаривали и ждали, пока, как бы, эти пришли какие-то смс-ки на телефон. Смс-ки там приходили, они, ну, как бы, говорили, нажимать да, нет. Я это все сделала. Потом я срочно начала звонить в Белый инвестбанк. Просила, говорю, заблокируйте мои карточки. Когда я позвонила, они сказали, как бы, взять номера вот этих карточек и сказать им. Я сказала, они сказали, все, ваши деньги сняты. В эпоху высоких технологий методы отъема ценностей носят достаточно изощренный характер. И личности, владеющие подобными методами в совершенстве, далеко не глупые люди. Только Галине Николаевне от этого не легче. Уголовное дело возбуждено, а в банке просто разводят руками. Они мне просто в лицо посмеялись и сказали, что надо было не давать, как бы, номер вот этого паспорта. Я говорю, ну, должна же быть какая-то защита. Должно быть все. Но бесполезно. В общем, они винят нас, что мы. Но нас же много, нас тысячу. Тысячу людей, которых обманывают. Сейчас Галина Николаевна обвиняет банковских сотрудников в недостаточной компетентности. По ее мнению, если фактов мошенничества тысячи, то ее интересы должны были охранять более тщательно и не совершать перевод средств. Аксиома «спасение утопающих» – дело рук самих утопающих. Применительно к ее ситуации кажется ей несправедливой. У правоохранительных органов тоже есть мнение по этому поводу. В договоре, к которому выдается банковская пластиковая карточка, банк снимает с себя ответственность в тех случаях, когда гражданин добровольно сообщает кому-либо платежные свои реквизиты. В данном случае гражданке было необходимо незамедлительно обратиться в банк. Сразу же после того, как было осуществлено это противоправное деяние, в таком бы случае, возможно, банковские сотрудники могли бы эти деньги как-то задержать и предотвратить их в хищение. В данном случае она обратилась спустя какое-то довольно продолжительное время, поэтому деньги уже со счета остановить транзакцию не представилось возможным. Цифровая глобализация сделала мир удобнее, но нас беззащитнее. Например, некоторые онлайн-игры могут передавать персональные данные, а личная переписка в соцсети сразу попадает в интернет. На незнакомые сайты и вовсе страшно заходить. Вдруг они фишинговые, а значит деньги с кредитки находятся в опасности. Как же выжить в ставшем вдруг цифровом мире? Ни в коем случае не вступайте в диалоги с данными гражданами, кем бы они ни представлялись. Потому как не каждый может с данного разговора выйти, не сообщив свои реквизиты. Потому что злоумышленники являются психологами, знают, как общаться с гражданами, на какие моменты уделять внимание, чтобы выведать эти заветные реквизиты. Поэтому ни в коем случае не вступать в дискурсии. Если звонок поступает с неизвестного номера, тем более иностранного, ни в коем случае не брать трубку и не общаться на эту тему. И следующий шаг после того, как все-таки это произошло, незамедлительно обращаться в банк, чтобы банк попытался сторнировать операцию, заблокировать эти платежи.